Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о моих фаворитах осень, о фаворитах косметики. Я проводила опрос в Телеграме и 97% были за то, чтобы снять это видео. Кстати, подписывайтесь обязательно на мой Телеграм-канал, там много всего интересного. Каждый день живое общение. Мы обсуждаем косметику. Я показываю маникюры, в том числе зрители выбирают лак, которым я буду красить свои ноготки. И, кстати, сейчас у меня в маникюре использован лак от Масура Огни Москвы. Очень симпатичное фиолетовое желе с глиттером разного размера. Очень красивый, послушный лак и в то же время очень стойкий. Этому маникюру, наверное, уже дней 5. Также обязательно заглядывайте в описание к данному видео, где вы найдете ссылочку на мой сайт с промо-кодами. Там есть промо-коды Литуаль, Магнит Косметик, Магнит Доставка. Там иногда появляется и Ревгоша, и Золотое Яблоко. В подружке промо-коды часто бывают так, что обязательно загляните в описание и сохраните закладочку с моим сайтом, где вас ждет много-много полезных промо-кодов. Ну, вернемся к фаворитам косметики. Как обычно, традиционно, мы с вами начинаем с фаворитов косметики для лица. Но не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, сердежко поставить в комментарии, если вам нечего написать. Самый мой главный фаворит среди, например, тональных – это Белор Дизайн Скин Тин. Это Биби Крем их, недавняя новиночка. Ну, очень понравилось. Кстати, был отдельный обзор, где я показывала и нанесение, и подробно все показывала, рассказывала. У меня это оттеночек 50 Light. Чем мне понравилось? Во-первых, супер-мега-натуральный финиш. Натуральный матовый, не слишком сияющий, но и не глухой матовый. Мега-натуральный. Покрытие добротное, легкое и даже можно наслоить ближе к среднему, но точно не, скажем, среднее в привычном понимании этого слова. Как же красиво смотрится. Я его успела протестить уже в разных состояниях кожи. И на жирной коже, когда было еще тепло, и в переходный период, когда кожа была нормальной, и сейчас, когда кожа стала уже склонна к сухости, выглядит замечательно на всех типах кожи. Потрясающе красиво, натурально смешивается с кожей. Ну, да, как и заявляет производитель, это близко к бейби-фейс эффекту на лице. Стойкость хорошая, распределяется отлично. Потрясающая упаковка, красивая, стоит недорого. Если вы после моего обзора не приобрели, я вам рекомендую. Это очень крутая штука. Плюс здесь еще есть SPF 25, что вообще, в принципе, не характерно для бюджетных брендов. Потому что, как правило, бюджетные бренды делают тоналки с SPF 10, 15, а тут даже 25. Роскошный бюджетный тональный. Также бюджетные фавориты среди консилеров тоже белорусские. Обратите внимание, у меня продукты для лица прямо начинаются с белорусских брендов. Это Luxe Visage Ultra HD Soft Focus и Vitex Full Cover. Оба крутые. Единственное, что выбор, да, как у меня падает на эти консилеры. Когда мне нужен эффект более сияющий и чуть менее плотный. Соседи тут в очередной раз затеяли ремонт, так что если услышите какой-то стук, грохот, это не я, это соседи. Так вот, если нужно более сияющее покрытие и менее плотный финиш, я выбираю Ultra HD Soft Focus от Luxe Visage. Если нужно чуть более матовое, но опять-таки натуральное матовое покрытие, оно достаточно плотное, я выбираю Full Cover от Vitex. Оба крутые. Оба, конечно, имеют разное предназначение, когда нужно больше покрытия или меньше покрытия, больше сияния. Я их использую по большей части под глазами, но для маскировки, например, прыщиков больше подходит Full Cover. Классные, бюджетные, шикарные. Этот еще имеет частичную фиксацию, даже можно тени на нем попробовать носить. В общем, оба крутые. Дальше, пока вы тут не видели, я вам тут подналожила уже всяких штучек для лица. Дальше румяшки, хайлайтеры и так далее. Ну, знаете, меня прям понесло куда-то в сторону кремовых румян. Просто в восторге от вот этих румяшек из коллекции Soda про Hello Kitty и компанию румяшки Kuromi и румяшки My Melody. Они просто тают, они роскошно растушевываются, дают невероятно натуральный финиш и стойкость замечательная. Оттенок Kuromi более такой холодный розовый и оттенок My Melody более такой рыженький. Но оба они очень красивые. Вот в последнее время, не знаю, как-то я раньше особо не фанатила прям от кремовых румян. Да, мне нравилось, но пользовалась не так часто. Посмотрите, вот этот оттенок Kuromi, это My Melody. Роскошные. Я наношу просто пальцами, вот даже просто пальчиками, они тают под пальчиками, растушевываются мгновенно, выглядит натурально. Потом пудрочкой фиксирую и замечательно, целый день хожу как красотка. Обратите внимание на замечательные вот эти румяшки. Выглядят ну просто милашечно, просто милашечно выглядят. Вот. Дальше рассказывала вам уже о кремовых румяшках от Crystal Minerals. Это у меня оттенок Young Peony 01. У меня еще был другой оттенок, но я его продала, потому что слишком много опять-таки кремовых румян мне не нужно. Потому что помимо вот этого у меня еще есть другие кремовые румяшки. Просто этими вот как-то осенью я чаще пользовалась. Классный прохладный оттенок Young Peony. Конечно, в отличие, например, от вот этих румяшек, здесь текстура более плотная. Мне больше нравится растушевывать кисти, но пальцами тоже можно, но кисть все-таки мне больше нравится. Как-то побыстрее получается, потому что все-таки более плотная текстура румян. Но выглядит мега натурально, мега натурально. И упаковочка мне нравится очень симпатичная. Также от Crystal Minerals я заценила бронзер. Бронзер я уже нахваливала в обзоре. Шикарный натуральный эффект, хороший оттенок, который и не слишком рыжий, теплый, и не слишком прохладный, переходящий в скульптор. Вот то, что надо для бронзера. Замечательный. Хайлайтер, вы знаете, я поначалу сказала, да, он классный, но не слишком интенсивный. А потом начала им периодически пользоваться и как-то прям влюбилась в него. Даже иногда потом не наносила сверху сухой хайлайтер. Так он мне, да, понравился. Упаковочки очень красивые. Короче, если нужен натуральный эффект среди кремовых каких-то жидких продуктов, то обратите внимание, румяшки Crystal Minerals, хайлайтер Bronzer Crystal Minerals. Бронзер, кстати, у них в одном оттенке, а хайлайтер это у меня 0,1 оттенок. И вот эти румяшки супер. Также, конечно же, фаворитиками у меня стали вот эти палетки для лица. Мне еще присылали одиночные, одинуарные хайлайтеры, но я от них избавилась. А вот эти роскошные палеточки я оставила. Здесь и хайлайтеры, и румяшки, и бронзеры. Также в обзоре я все показывала. Каждая палеточка классная, все оттенки классные. Хайлайтеры, конечно, где-то есть чуть больше шиммера, где-то поменьше. Все классные. Даже не могу сказать, какая нравится больше. Конечно, в этой палетке Almond Cake более прохладная гамма. Apple Pie, конечно, более теплая. Но все классные. Все классные, все красивые. Мега шелковистая текстура. Хайлайтеры не подчеркивают текстуру кожи. Бронзеры приятных, правильных, красивых оттенков. Где-то надо потемннее, где-то посветлее. Все здесь можно выбрать. И оформление, ну, нереальное. Просто нереальная прелесть, прелестная. Давайте вам хайлайтеров по сводчу, что ли, из этих палеток. Вот этот оттеночек по сводчу хайлайтера. И вот этот из палетки Almond Cake. Гляньте, какая прелесть блестючая. Симпатичные хайлайтеры. Но на самом деле на скулах они выглядят еще лучше. Вот еще лучше выглядят, чем на сводчах. Так что обратите внимание, если ищете недорогие палеточки для лица, которые будут радоваться вас не только в плане качества, но и вот таким милым, казалось бы, детским оформлением. Также вот скоро Новый год. Можно племяшкам, дочкам подарить. У меня дочка отобрала одну из палеток. Также блески они у меня поотобрали. Но вот эти палеточки остались у меня с румяшками. В плане палеток теней вообще не густо. Так же не густо, как и было летом. Объясню, почему у меня просто дичайшие какие-то проблемы с глазами, начиная с лета. Да, сейчас я уже объективно понимаю этому причину. Лечу глаза в очередной раз. Я думаю, что через недельку у меня пройдет. Вот я сниму обзор на одну палеточку Анастасии Беверли Хиллз, которая в Золотом Яблоке появилась. Я вам в Телеграме показывала. Также белорусские новиночки уже закуплены, тестируются. Но вот макияж глаз снова не могу делать. Это продолжается постоянно. Поэтому фаворитов в плане палеток теней не так много. Фаворитами теней у меня были палеточки Визи Арт. Вот такая вот недавно появившаяся в Литуаль палеточка с румяшками. Кстати, у меня был на нее обзор. Здесь два оттенка румян, четыре оттенка теней. Называется она Флюрет Амур. Румяшки мне очень нравятся, но они пылят. Давайте я вам посвочу сияшки. Ну, потому что матовые чего там интересного. Бигментация у матовых, кстати, вообще замечательная. В принципе, если посмотреть на вот эту палетку, в плане гаммы ничего особенного. Но для любителей... Что-то маловато я себе на палец набрала. Но для любителей такой гаммы, для любителей брендов, в принципе, как бы небюджетной косметики, это замечательная палетка на каждый день. Такой розовато-бежевой гамме с румяшками. Замечательно. В плане качества, удобства и оформления у меня вообще претензий нет. Хорошая палетка. Единственный минус, конечно, стоимость. Три с половиной тысячи, по-моему, она стоила. Также предыдущая из покупок этого бренда Визиарт, это Виолетта. Также был давно обзор на нее. Здесь вот такие симпатюшечки. Самый, конечно, красивый оттенок, это вот этот дуахромчик. Я, кстати, очень люблю наносить его даже не на подвижное веко, а на нижнее веко. Ну, красивый, что тут сказать. Даже сейчас, мне кажется, камера не передает, насколько он красивый. На самом деле у него перелив больше такой прохладный, фиолетовый с голубым. Сейчас камера, мне кажется, его каким-то больше серебристым делает. Ну, в целом, вот Визиартом я пользовалась. Да, в те немногочисленные дни, когда могла позволить себе макияж глаз. Также вот эта палетка от Focalure Dance Dance Baby. Тоже сто лет назад был обзор, она крутящаяся. Но когда мы ее вот так открываем, срабатывает стоппер, и она не крутится. Чем пользовалась? В основном зеленушечками. Зеленушечками вот этими красивыми. И даже вот этим вот оттеночком из центра. Клевая палетка. Конечно, у меня периодически возникают мысли ее продать, но потом, как только я ей накрашусь, это желание продать у меня сразу же пропадает. Конечно, здесь суперкрутое качество сияшек. Сияшки плотные. Они так круто сияют, дуахромит. Этот оттенок уходит иногда в какой-то огненно-рыженький. Сияет прям таким лимонно-зеленым оттенком. Классные матовые, довольно-таки плотные. В общем, палетка шикарная. Плюс, да, очень неординарное оформление. Постоянно об этом говорю. Что, ну, где вы такое, еще увидите. Также достала старушку от Revolution. Называется она Precious Stone Amethyst. Здесь у нас фиолетовая гамма. В основном я пользовалась оттенками из вот этого ряда. Пользовалась вот этим фиолетовеньким. Также вот этим пользовалась. Темненьким пользовалась на нижний век. Ну, и вот этим ярким таким светленьким оттенком тоже пользовалась. Давайте посмотрим. Посмотрите, какая красота. Вот палетка Amethyst роскошная. У меня была палетка изумрудная. Я ее продала. И была, по-моему, рубиновая тоже. И тоже я ее продала. Оставила себе только вот эту красотулечку. Ну, конечно, я посвочила сейчас не очень хорошо. Но в целом, знаете, эта палетка очень крута. К сожалению, купить ее сейчас нельзя. Уже эти палетки все сняты. Но они были классные. И среди помад у меня образовалось три фаворита. Это из линейки Essence 8 часов матовые помады. У меня их, конечно, намного больше. Но чаще всего пользовалась этими двумя. Это оттенки 02 Silke Hazelnut и 04 Rose Nude. Но дело в том, что Rose Nude, к сожалению, по крайней мере у меня, я делилась об этом в телеграм-канале, что как-то показал меньшую стойкость. Вот это оттенок Rose Nude. Хотя остальные оттенки как-то большую стойкость и большую плотность имеют. Хотя, возможно, как предположили мои зрители, это разница в партиях. И оттенок Silke Hazelnut более такой темный, насыщенный оттенок. В плане качества они очень нравятся. Достаточно стойкие. Конечно, по стойкости не сравняться с Belor Design Intellect. Недавно я купила еще оттенки в телеграм-канале. Показала вам, какие у меня теперь оттеночки имеются в коллекции этих помад. Так что еще один повод подписаться в телеграм. Да, а то пропускайте кучу всего интересного. Это у меня оттенок 4. Называется он Coffee Break. Прохладный розовый. Чем я люблю эти помады Intellect. Вот этот оттенок. У них замечательная стойкость. Ими можно прорисовать контур, выйдя за контур губ на пару миллиметров. И это будет выглядеть очень естественно, красиво и четко. Без всяких карандашей. Конечно, учитывая, что стойкая матовая помада, нужно тщательно подготовить губы. Не так подготовить, как здесь. Здесь можно, в принципе, на слегка суховатые губы нанести. Здесь нет. Напитать губы, увлажнить и только после этого наносить. Иначе будут губки а-ля бабуля 80 лет. Ну, так, конечно. В плане очень стойких помад, бюджетных, это занимает достойное место. Тушами я пользовалась в основном Luxe Visage Fan Volume. Это уже, кстати, дубль туши. Первую тушь я использовала. Это уже второй раз я повторно купила. Для меня минус все-таки остается. Это ограничитель, который все заляпывает. Но спустя месяц, кстати сказать, когда тушь густеет, уже эта проблема чувствуется не так. Вот, посмотрите, уже не так заляпана. А когда ее только покупаешь, ну, это, конечно, это, конечно, жутко. Слишком все заляпано, красить неудобно. А сейчас мне замечательно. Она дает потрясающий объем, длину. Ну, очень красивые реснички. Также тушь Heimish. Я уже не помню, как она называется. Но, в принципе, с такой упаковкой у Heimish одна единственная тушь. Здесь вот такая щеточка с такой дугообразной формой. Тоже ей нужно немножко раскраситься, где-то недельку-две, и дает замечательный эффект. Но, конечно, чуть более скромный, чем у фанволиум. Обе туши дают хороший завиток, стойкость. У меня они не осыпаются, не смазываются. Отличные туши. Конечно, Heimish подороже, но тут как бы выбирайте, что вам нравится больше, каков ваш бюджет. И для бровей несменный мой фаворит уже, наверное, полгода. Это карандаш Alvindor Super Slim. У меня оттенок этот, честно говоря, я не помню, но называется темно-коричневый. Это автоматический карандаш. Мне вполне подходит его оттенок. Стойкость неплохая. Он достаточно мягкий, нетвердый. Конечно, это не самый стойкий карандаш, потому что иногда, знаете, зимой шапку поднатянешь, на брови домой приходишь, уже кое-где там иногда подстерлось. Оно в основном меня устраивает. Так что, дорогие друзья, вот такие были фавориты осени. Пишите, что у вас было в фаворитах. Обязательно ставьте лайки, пишите комментарии или сердечко ставьте, если вам нечего сказать. Я вас всех люблю. Встретимся с вами в новых видео. А также в телеграм-канале в моем каждый день. Пока-пока.